В видео про ректификацию мы рассказывали о том, как протекает этот процесс, на каких физических свойствах он основан и для чего нужен. Сейчас мы покажем из чего состоит ректификационная колонна и расскажем как в ней протекает процесс ректификации. Главная функциональная часть колонны – контактное устройство, именно на нём происходит тепломассообмен между противоточно движущимися неравновесными потоками пара и жидкости. Чтобы понять, как это работает, допустим, что пар на этом уровне наполовину состоит из низкокипящего компонента и наполовину из высококипящего с температурой равной 130 градусам. Он проникает через патрубок и прорези колпачка в жидкую смесь, где высококипящего компонента больше низкокипящего, а температура жидкой фазы 120 градусов. В этот момент и происходит тепломассообмен. Пар, нагревая жидкость на тарелке, охлаждается сам и оставляет большую часть своего высококипящего компонента, испаряя большую часть низкокипящего. При этом меняется количество и концентрация компонентов в обеих фазах. В итоге, пройдя все тарелки, из верха колонны выходит пар, состоящий преимущественно из низкокипящего компонента, а в кубовой части накапливается жидкость, состоящая преимущественно из высококипящего. В общем случае, и дистиллят, и кубовая жидкость не бывают полностью чистыми от примесей. А для того, чтобы получить продукт с нужной концентрацией, необходимо установить определенный температурный режим. Для этого снизу колонны подается паровое орошение. Кубовая жидкость испаряется в кипятильнике. Если только подавать паровое орошение, то сложится ситуация, как видео про разгерметизацию насоса. Когда температура верха растет, качество верхнего продукта ухудшается из-за попадания большего количества высококипящего компонента в паровую фазу. Выходящую из верха колонны. Поэтому нужно подавать еще и жидкое орошение, называемое флегмой. Для этого дефлегматор конденсирует пар верха колонны. Сконденсированная жидкость накапливается в рефлюксной емкости и поступает на верхнюю тарелку в качестве флегмы. Регулированием расхода парового орошения и флегмы достигается определенный температурный режим в ректификационной колонне, обеспечивающий получение продуктов необходимого качества. Чтобы узнать простым языком о сепарации, тепловом процессе и других темах нефтегазовой отрасли, ставь лайк и подписывайся на канал. РТСИМ. Создаем тренажеры, чтобы люди получали опыт. Продолжение следует...